Знаете, шибко меня радуют люди, которые начинают рассказывать, что все, все, Путин уходит. Мы это 22 года Владимир Путин у власти, 22 года. Я об этом слышу, ну, в основном, конечно, последние лет 10 появляются на публике разного рода умники, какие-то блогеры, какие-то общественные деятели, какие-то недежурналисты, какие-то там мегаэксперты, которые все время прогнозируют все, все, Путин уходит, вот осталось совсем чуть-чуть. Вот, помяните мое слово, уйдет, этим грешат многие жорики-хайпожорики, я на них давно не обращаю внимания, этим грешат многие просто пробитые какие-то товарищи а-ля Славей, а-ля там Платошкин, да, ну, там с ними хотя бы все понятно, им нужно хайпиться, и аудитория их, в принципе, недалеко ушла от аудитории пропагандистов, только одни ударенные телевизором, другие вот ударены вот этими вот Славями, им в принципе не важно. Кто несет ахинею, главное, чтобы они были на одной волне, главное, чтобы вот этот какой-нибудь Славей или условный Платошкин говорил то же самое, что думает вот этот недалекий товарищ, но в этот раз меня, конечно, поразил мой коллега Караулов, который давал интервью украинскому журналисту Гордону, и там тоже прозвучала вот эта вот бредятина о том, что Путин скоро уходит, и опять понеслись репосты по всему интернету, опять куча лопоухих развесили свои уши. Ребята, вот в этом наша проблема. Мы все время сидим, слушаем какие-то сказки и верим в них. 22 года, поэтому никогда ничего не поменяется, но давайте поговорим об этом подробнее. Начнем с того, что куда Путину уходить? Ну вот куда он уйдет? Ну неужели вы вообще не анализируете никак ситуацию? Ну во-первых, 22 года, да, он уходит, все никак уйти не может. Оно и понятно, куда ему уходить? Ну вы же видели, да, вот все были свидетелями месяц назад, я имею ввиду казахстанские события, вы видели, что там произошло. Вот один такой же точно авторитарный руководитель решил отойти в сторону, отскочил и даже постелил себе соломки в виде преемника, там вот это вот такая его ни рыба, ни мясо. Чем все закончилось? Бежал из страны, потому что если бы не бежал, то вполне возможно сейчас предстал бы перед судом, а может еще и предстанет. Путина нет вариантов куда-то уйти, по одной простой причине он же знает, что происходит в обществе сегодня. В обществе сегодня происходит очень напряженная ситуация, общество недовольно. Потому что наворотили они, особенно за последние 10 лет, столько всего, что повторить вот эту вот комбинацию 2008 года, там сделать рокировочку, поставить какого-то преемника и так далее, ну просто уже не получится. Точка невозврата пройдена. Две разные эпохи, два разных Путина мы наблюдаем. Того Путина, которого мы помним в 2008, который передавал бразды своего правления господину Медведеву, действительно любили. Его уговаривали, умоляли остаться, предлагали, ну давайте изменим под вас конституцию. Его обожал народ, его готовы были носить на руках. Тот Путин, которого мы видим сейчас, его просто ненавидят. Повторюсь еще раз, потому что слишком много наворотили, слишком много гадостей сделали для людей. Он по большому счету ничем и не управляет сегодня. Мы же видим, что начиная там с 2018 года, с момента своего избрания, вот с чего все началось. То есть, прошу вас отнестись к этому с пониманием, была принята пенсионная реформа. Почему она была принята? Очевидно. Потому что тот монстр, которого Владимир Владимирович создал, он уже не в состоянии, создал, простите, он уже не в состоянии им управлять, этим монстром. Он уже не в состоянии ему противостоять, он может только плыть по течению, идти на поводу. То же самое мы наблюдаем сегодня вот с этой пандемией. Шайка Голикова и творят, что хотят. Да, Голикова, Мурашка, Попова, вот эти вот все. Ну и все, кто вот в той олигархической упряжке, зарабатывающей на пандемии, все ждут от Путина каких-то действий, каких-то решений. А он сидит в гонке с 2020 года и боится что-то сказать. И оно понятно. Почему он боится? Потому что это тоже определенная сила. У них тоже есть деньги, у них тоже есть влияние. Я больше чем уверен, в том числе и там. Они заучились определенной поддержкой, и он не может с ними ссориться. То есть людям очевидно, что Владимир Владимирович уже ничем не управляет. Все эти рейтинги в ЦИОМов, если еще некоторое время назад, их хотя бы натягивали, то сегодня их тупо рисуют. Потому что реальный рейтинг у него ноль. И он тоже об этом знает. А посему, ну, вариант с преемником, да, отойти в сторону, посадить вместо себя какого-то преемника-наместника, он просто не прокатит сегодня. Ну, не прокатит. Хотя бы потому, что любому, кто придет после Владимира Путина, любому, я даже не про Навального сейчас говорю, любому и даже из его окружения, пусть это будет условный какой-нибудь его друг Шайбутом или Лавров. Хотя это, конечно, маловероятно. Ну, хорошо, пусть это будет верный пес Володин, который на каждом углу кричит, есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. И даже если преемником станет Володин, да, этому преемнику, любому, повторюсь, пришедшему после Путина, придется как-то гасить тот пожар, который вот этот вот господин развел. Это пожарище надо тушить, этот народ надо каким-то образом успокаивать. А как это сделать? Ребят, да, больше парень на реке. Репы как в Казахстане, как в Советском Союзе все предшественники Путина делали до этого. Нужно назначить злодея и свесить на него всех собак. Внимание, вопрос. Как вы думаете, вот если завтра, повторюсь, случится чудо, Путин отошел в сторону. Вместо него пришел какой-нибудь условный Володин. Вот возникла такая ситуация, нужно тушить пожар, нужно тушить народное недовольство, чтобы не снесли. Какие варианты, кого можно назначить главным злодеем, кого правильнее всего отдать на растерзание толпе? Я думаю, вы сами ответили на этот вопрос, тут только один вариант. Вы думаете, Путин об этом не знает? Да, конечно, знает. Поэтому вариант с преемником, ну, это как минимум глупый вариант. Сидеть, продолжать править, повторюсь, ну, я не уверен, что он уже вообще чем-то правит. И все это понимают. Ну, пока он плывет по течению. А больше чем уверен, они даже не определились, что делать в 2024 году. Но пытаются. Каким-то образом пытаются проигрывать любые варианты. И вот эта вот информационная войнушка, фейк о потенциальной войне с Украиной, это один из вариантов, которые они проигрывают. Они опять пытаются отвлечь внимание масс от реальных проблем, опять пытаются. Вытянуть рейтинг великого кормчего, не уверен, что у них получится. С другой стороны, вот часто спрашивают, слушайте, а возможен ли вариант, что... Вы знаете, я не исключаю, но это такой, знаете, самый последний вариант. Когда уже совсем все будет перепробовано и будет понятно, что... Все, других вариантов нет. Вот просто расскажу из личных наблюдений. Кто-то, может быть, знает, кто-то, может быть, читал, кто не знает, обязательно найдите. В интернете, знаете, есть такой паук-скорпион. Ну, я не знаю, паук не паук, а насекомое. Очень ядовитое. И вот в детстве мы когда-то обливали вокруг этого скорпиона такой круг из бензина, поджигали его и сажали туда, в этот круг скорпиона, и наблюдали, что он будет делать. А вот что он делал? Он искал выход, он пытался спастись. Но в тот момент, когда вот он уже все понимал, что все, выхода нет, вот из этого огня никак не вырваться, он сжалил сам себя. К сожалению, такой вариант исключать нельзя, но я не думаю, что его, вот этот вариант допустят приближенные того же Владимира Владимировича, потому что им-то, многим из них, еще жить дожить. Это он уже все старенький дедушка. Поэтому, ну, говорить о том, что он уйдет, точно не уйдет. По крайней мере, завтра это все не закончится. Послезавтра тоже. Ждать нам как минимум до 2024 года, а что будет после 2024 года, ну, одному богу известно, там будет посмотреть. Ладно, спасибо, что вы слушали «Реальная журналистика». Коротко о главном. Увидимся, услышимся. Все, пока. Пока.